Приветствую вас на канале Леди Молодость. С вами Инна Нефедовская и мы продолжаем тему миофасциального релиза и изучаем триггерные точки, как от них избавляться. Кто еще не знает, что такое миофасциальный релиз? Вспоминаем, это техника высвобождения мышц и фасций от напряжений. Когда мышца спазмируется, она сжимается, укорачивается. Это препятствует кровообращению. Это не дает возможности питательным веществам поступать в мышцу. В спазме мышца потребляет всего 30-50% от своего физиологического объема крови. Ну представьте, токсины начинают накапливаться в зонах напряжения, болезненность повышается. Кому неизвестны головные боли? Всем известны все, особенно височные боли, затылочные боли и так далее. И сегодня мы поговорим о болях в области висков. Как от них избавляться? Височная мышца это продолжение жевательных мышц. То есть она идет выше, вот жевательная, здесь сустав и дальше уже начинается височная мышца. А жевательная у нас самая сильная мышца, она больше всех испытывает напряжений, стрессов. И конечно же она спазмируется, спазмируется и височная. Спазмирование височной будет способствовать на лице образованию морщин, гусиных лапок, во внешнем углу глаза и морщин на нижнем веке. Вот у кого есть такая сетка на нижнем веке и вы пробовали что-то делать, но эта сетка мелких морщин не уходит. Сегодня мы проработаем височные мышцы несколько приемов. Я вам показываю. Эти приемы подходят абсолютно всем. Особенно тем, у кого есть спазмы, то есть и головные боли в области висков, височные мышцы спазмированы. Например, резкое похудение и здесь какие-то провалы есть. И так далее. С возрастом обязательно проработка нужна всем височных мышц. Итак, первый прием. Это мы разогреваем руки до горячего состояния. То есть как бы сейчас больше работы энергетическая, но очень важно проникать мысленно послойное прохождение тканей. Положили на жевательную и на височную. Вот таким образом. Сейчас покажу. То есть немножко по диагонали. У вас захватывает снизу жевательную и сверху вот уходит вот сюда на височную. Вот таким образом положили руки. И замерли в таком положении примерно минуту-две. Сколько у вас есть время. Можно просто руки ставить на стол, опереться, локти. И расслабив голову положить, можно глаза закрыть. И послойное прохождение ткани. То есть мысленно проникаем через кожу, через фасции. Ощущаем пальцами мышцы. То есть вы должны их почувствовать. И дальше вот это ощущение тепла, проникновения в мышцы тепла. Конечно же я сейчас говорю, да. То есть вы не должны ни разговаривать, никаких напряжений. Абсолютно должно быть расслабленное лицо. И тогда начнет очень сильное проникновение энергии, разогрев. И само по себе уже только это воздействие будет уже способствовать расслаблению мышечных спазмов. Но это первая часть, это подготовительная. Это наша разминка. Держим так минуту-две. Дальше что мы делаем? Мы разогрели. У нас уже первый контакт произошел. Дальше можем более глубокое воздействие произвести. Сейчас мы будем вести пальцами по височной мышце. То есть как бы такой лифтинг, но одновременно очень глубокое проникновение. Работать будем костяшками. И вам нужно ощущать проникновение на глубину. Как будто вы ведете прям по мышце. Поставили вот так руки. И сейчас нужно будет такой настрой. Делаем вдох. Выдох. Погрузили ткани на глубину, в мышцы. Погрузили. И ткани естественно начинают пропускать ваши пальчики. И через некоторое время на коже появится смазочка. И вот по этой смазочке мы начинаем скользить к волосистой части головы. Что происходит с висками? И сучки начинают приподниматься. Ваши ощущения полностью сконцентрированы на уровне мышцы. Как будто вы ведете сейчас прям среди волокон мышц. Пальчиками. Это сбоку вот так. Проскользили до волосистой части головы. Задержались. Можно немножко на волосы зайти. На височную. Задержались. Здесь кожа абсолютно не тянется, когда вы идете по естественной смазке. Если естественной смазки нет, если у вас повышенная сухость кожи, естественно надо на увлажнение. Тогда увлажняющий крем на масло. Постояние. Значит вот здесь вот этот лифтинговый прием. Виски поднимаем, устраняем. Гусиные лапки открываем. Внешний угол глаза. И у нас взлетает бровь после этого приема. Это часть мышцы, которую мы прорабатываем. Она находится большей частью на лице. А у нас мышца височная уходит вот сюда вот таким веером. Соответственно еще один прием. Это давайте мы уже сейчас поработаем с триггерами. Они отличаются тем, что когда вы вот так надавливали, вы могли не почувствовать их. Не почувствовать такие болезненные точки. Триггер это очень болезненная точка. Очень прям иногда хочется отдернуть руку. Хочется убрать руку настолько больно. Это говорит о сильном спазме. И я вам сейчас покажу. Давайте вот. Значит первая точка примерно в этой области. Будем искать вторая примерно здесь. Третья примерно здесь. Таким образом. То есть сначала вот один пальчик, а стяжку поставили. Вот сюда. И вам нужно найти свою триггерную точку. Потому что она может быть не прям вот где я держу. Она может быть чуть-чуть ближе, чуть-чуть дальше. И вам нужно найти свою. То есть это точка сильной боли. Найдите ее. Например, у меня вот здесь очень сильная. То есть это очень болезненно. Поэтому в этой точке сильно не давите. Примерно по шкале боли. Вот такое круговое движение сейчас делаем. По шкале боли делаем от... Если от нуля до десяти, десять, самая сильная боль. Примерно до пяти. Терпеть, чтобы можно было до пяти по шкале. Помассировали. Массировать так можно на 20 секунд. Дальше следующую точку перешли. Один нашли примерно. Значит, первая, если она у вас вот здесь. Вторая где-то будет над ухом. Вот здесь. Точно так же помассировали. Помассировали. Получается у нас от... 20 до 30 секунд. И по шкале до пяти. По терпимости боли. И третья точка у нас примерно будет за ухом. Где-то вот здесь ее ищем. Вот таким образом нужно массировать триггерные точки. И можно сделать еще массаж височный. Вот такими круговыми. Раз, два, три, четыре, пять. Следующую зону. Раз, два, три, четыре, пять. Следующую зону. Раз, два, три, четыре, пять. Следующую. Раз, два, три, четыре, пять. Послушайте ваши ощущения. У кого сейчас наполнение в этой области. Тепло. Возможно легкость. Что вы чувствуете. Поделитесь комментарии ниже. Это очень важно. Правильно ли вы делаете прием. Получилось ли найти болезненные точки. Прорабатывать их нужно каждый день. И как их прорабатывать. У каждого немножко есть индивидуальные своих ощущения. У кого-то больнее. У кого-то вообще не нашел. Для этого я приглашаю вас прийти на онлайн тренировку. Где мы с вами это проработаем. Найдем ваши триггерные точки. Я научу их расслаблять. Как использовать средства для расслабления триггерных точек. В данном случае как делать массаж. Мечом. Или массажным. Есть специальные массажные мячи. Мечи с пупырышками. Сейчас покажу. Вот такие мячи есть. То есть для чего вообще нам нужно заниматься. Послушайте ваши ощущения. Сейчас процессы еще идут. Сейчас кровь начинает активно наполнять эту зону. Питать вашу голову. Ваш мозг даже. У кого тепло в височной мышце. Какие-то есть ощущения. Поделитесь в комментариях ниже. Если вы будете воздействовать на триггерные точки. Делать фасциальный массаж. Представьте сколько токсинов будете выводить. Сколько полезных веществ пойдет в точки. Которые были спазмированы. Дальше правильно нужно растягивать мышцы. После того как например сделали фасциальный массаж. Нужно мышцу потянуть. Чтобы она укорачивается в спазме. Она становится короче. Из-за этого излишки кожи выпадает. И правильное растяжение помогает вернуть первоначальную длину. Кожа начинает гладко обтягивать ткани. И устраняются морщины. Конечно же при постоянной работе. Ваш результат. Внешние уголки глаз начнут открываться. У вас подтянется верхняя века. Соответственно. Если вы лифтинг вот так делали. Вы же видите как взлетает угол брови. И изгиб брови становится выше. И века верхняя начинает подтягиваться. Ну и как я говорила. Это профилактика от нижних сетки. Такой мелких морщин. Морщины которые здесь очень сильно старят ваше лицо. Кроме того. Это помогает уменьшать отеки под глазами. Мы кстати еще будем дренаж делать. Дренаж чтобы отеки вывести. Отечность. Лишнюю воду. Лишнюю лимфу с лица убрать. И как я уже сказала. Височно у нас устраняют гусиные лапки. В сочетании с работой на жевательные мышцы. Мы будем прорабатывать еще жевательные мышцы. Триггеры. Триггеров очень много в жевательных мышцах. Тоже нужно расслаблять и убирать очаги напряжения. Вот если прорабатывать жевательные и височные. То корректируется угол молодости овал лица. Убираются брыли. Носогубные складки становятся гораздо глаже. Или вообще можно разгладить. Круто. Кому нравится. Кто хочет получить весь комплекс миофасциального массажа с круговой мышцей глаз, с височной мышцей. Устранить отечность, морщины, нависание века. Это супер методы. Будем убирать боли в шее, в плечах. Открывать грудной отдел. Потому что закрытый грудной отдел. Вот он открытый. Смотрите какой широкий. И грудь высокая. Если закрытый, это впалая грудь. Здесь заблокирована отечность на лице. Потому что все отходы лимфы заблокированы. И мы все это будем раскрывать. Будем убирать тяги в нижней трети лица. Кому нравится, кто хочет посетить наши онлайн тренировки, присоединяйтесь по ссылочке ниже этого видео. Сделаем это вместе. Я приглашаю вас в фитнес-клуб на тренировки по миофасциальному релизу, миофасциальному массажу. Мы будем работать как с лицом, так и с телом. Записаться на занятия можно по ссылке ниже этого видео. Для миофасциального релиза нам нужны. Вот такой мячик массажный. Можно теннисный. Но есть специальный, называется мяч для лакросса. Я уже заказала, он у меня идет в дороге. Вы тоже по интернету можете заказать. Можете купить в спортивных магазинах. А для тела, посмотрите, нам нужен вот такой массажный ролл. Вот такой валик, можно сказать. На нем мы будем убирать триггеры. Устранять напряжение. Если их не устранять, что происходит? Представьте, если мы не работаем. Вы, например, делаете какие-то упражнения, лицевую гимнастику. Ищите видео по лицевой гимнастике. Делаете. Но упражнения вам не принесут пользы, а только навредят. Упражнения фейсбилдинга, фейсфитнеса. Потому что они будут еще сильнее спазмировать. Уже и так ваши натруженные, напряженные мышцы, а у кого-то уже укороченные мышцы. А вы еще даете тренировку. И спазмированность еще больше усиливается. Усугубляется старение. Поэтому очень важно научиться миофасциальным техникам. Релиз, массаж. И работать как с лицом, так и с телом. Потому что все тяги на лице, они, конечно, гораздо ниже лица находятся. Мы прорабатываем для этого три отдела. Это шейный отдел, это грудной отдел и тазовую область. Поэтому приглашаю вас присоединять по ссылке ниже этого видео. Запишитесь на онлайн тренировку. И встречаемся на занятиях.